Трудные места Писания Наверное, можно прочитать первую и вторую стихи, чтобы дать какой-то контекст Синодальный перевод Бог, многократно и многообразно говоривший с древле отцам в пророках В последние дни сей говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего Через которого и веки сотворил Веки, естественно, мы бы сегодня сказали века, то есть миры Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его И державши словом силы своей Свершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престол и величие на высоте Будучи столько превосходнее ангелов, сколь славнейшее и пред ними наследовал имя Ну, тут много можно задать вопросов Но человек, слегка знакомый со школьным богословием, выцепит эти слова из 3 стиха Христос, то есть Сын Он сияние славы и образ ипостаси Отца По-гречески Слово ипостась сегодня мы используем, конечно же, в богословском языке Больше, мне кажется, по-русски нигде оно не используется В одном, по сути дела, значении Вот говорится о том, что в Боге единая сущность и 3 ипостаси, согласно христианской догматике 3 ипостаси Отец, Сын и Святой Дух И как нетрудно понять, используется греческое слово, потому что найти какое-то хорошее русское или славянское, ну просто не удается Такой термин практически технический, хотя очень трудно говорить о техническом описании Бога Но, тем не менее, вот какое-то слово, которое обозначает личность, нет, не личность Но вот есть сущность чего-то и есть отдельные ее ипостаси, как вот ипостаси человека, да? Мы все люди, и человек — это некоторая единая сущность, но каждый конкретный человек — это ипостась понятия человека, ипостась сущности человека Но в Боге получается у нас одновременно одна сущность и 3 ипостаси, которые неразрывно, хотя и не слитно связаны друг с другом Это будет в дальнейшем никейском богословии Его еще нету Когда пишется послание к евреям, нет такого понятия Но есть ясное представление о том, что Отец и Сын каким-то неразрывным, теснейшим, внутренним образом связаны, но при этом не тождественны друг другу полностью И автор послания, он старается каким-то образом это выразить Еще раз посмотрим «Апаугас мэтэс доксас» Ну вот, его по-разному это выражение переводят, но разница небольшая на самом деле Бывает сияние славы Божьей Вот я тоже пишу мой перевод «В сыне нам открылось сияние Божьей славы» А характер «Тесвипостасовус» это совсем трудно Характер, мы русское слово «характер» знаем, но оно тоже не так читается, как сегодня В древнем тексте характера Это может быть некоторый отпечаток Вот перевод, скажем, под редакцией Кулакова «Печать естества его» Перевод библейского общества «Отпечаток самой его сущности» Я перевожу «Отпечаток божественной сущности» точно так же Что же имеется в виду, почему мы слово «хипостас» переводим словом «сущность» Разве это не ошибка? Смотрите, все-таки эти слова — это некоторые понятия, которые обретают узкое философское значение Только в определенном философском контексте И слово «хипостасис» по-гречески изначально означает что-то твердое, постоянное И в Новом Завете это встречается «Основание надежды», например, твердое основание То есть ты идешь по болоту, там все зыбко, под ногами чавкает, хлюпает И ты наконец-то выбираешься на сухое место Вот это сухое место — это хипостасис Ты можешь там стоять Вообще-то, если буквально по-морфемно переводить «хипостасис» — это подставка Юпо — это под Ста — это тот же корень, что и русское стоять Ну и там суффикс окончания Подставка, то есть то, на что ты можешь встать изначально И тогда получается, что в данном случае ипостась Бога — это его твердое То, на что ты можешь, по-русски говорим, положиться Полежать — это одно То, на чем ты можешь постоять То, на чем ты можешь твердо, уверенно расположиться А характер — это отпечаток В смысле, вот есть, допустим, в древности очень часто были у людей кольца На которых печать вырезанная на этом самом кольце И человек, посылая письмо, подписывая некий документ Он не столько подписью это заверяет Сколько печать, он прикладывает ее к воску размягченному И на нем остается этот отпечаток, характер И мы понимаем, что этот документ, это письмо Они несут на себе его отпечаток Это письмо не есть тот человек Но в этом письме выражена его воля В нем сказаны его слова Мы можем использовать этот документ юридически точно так же Как если бы этот человек стоял рядом и говорил эти самые слова Это полностью заверенное, да, нотариально заверенное Как мы сегодня это называем, его высказывание И в этом смысле получается, что автор послания к евреям Называет Христа вот таким вот отпечатком подлинности Бога Он несет на себе эту подлинность И он сияние славы То есть есть слава Божия, которая в нем отражается И есть его подлинность, может быть, даже так можно перевести Которая в нем запечатлена И нам этого хватает Ну, это хватало в первом веке Потому что потом, может быть, потребовалось как-то это согласовать Потом уже возникает необходимость связать это все с греческой философией Потому что, ну, нельзя же просто игнорировать весь этот огромный культурный пласт Который везде буквально присутствует Когда наиболее значимые члены христианской общины Они заканчивают всякие школы античные Там преподается и логика, и риторика, и грамматика, и много всего иного И философия, как некий венец Да, философия, по сути дела Некоторое в древности общее понятие, которое все это объединяет Да, и ее составные части, эти вот конкретные науки И необходимо заговорить было этим языком И им заговорили Но здесь перед нами, пожалуй, самый-самый первый Один из самых первых шагов в этом направлении И то, что используется не совсем то выражение Что мы привыкли видеть в учебниках догматического богословия Ничего страшного Есть определенное Кто говорит развитие, кто говорит раскрытие Я бы сказал так Есть определенный процесс нахождения догматов Которые выражают самую суть веры И поэтому по смыслу, по сути Это выражение из послания к евреям Оно вполне не кейское Оно вполне совпадает с нашим нынешним символом веры Просто оно выражает его другими словами Свой перевод прочитаю В сыне нам открылось сияние божьей славы И отпечаток божественной сущности Его могучее слово все содержало в себе Он совершил очищение грехов И воссел ввысь и по правую руку от Божьего величия Сын принял в наследие имя более славное, чем у ангелов И настолько же он превосходит ангелов И дальше рассуждение на эту тему Где, впрочем, тоже будет достаточно много трудных мест Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!